Гражданская ответственность подорожала. И для чего две команды, увлеченные фаер-шоу, сошлись в поединке? Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Автогражданка стала дороже. Накануне вступила в силу указания Центробанка, согласно которому базовый тариф на ОСАГО увеличивается на 40-60%. 20% это некий тарифный коридор, в котором страховые компании могут играть, чтобы либо привлечь побольше клиентов, либо сохранить наиболее лояльных их политики. Также, согласно новому указанию, в некоторых регионах увеличатся территориальные коэффициенты. Правда, в некоторых они уменьшатся. Что это увеличение может дать автовладельцам? Подробности в вечернем выпуске новостей. Образец для подражания. Речь идет о подъезде на улице Менделеева-1. Жители обустроили его так, что в нем можно ходить босиком. В парадной повсюду развешаны шторы, постельные ковры и есть даже палочка со свежими номерами газеты. Полочка, простите. Жильцы соседних подъездов тоже просят привести их парадные в порядок, однако директор управляющей компании заверил, пока долги за коммуналку не погасят, ремонта не видать. Подробности в вечернем выпуске новостей. Обычный спор перерос в настоящий фаер-баттл. В Нижнекамске впервые состоялся баттл между двумя фаер-командами, где граждане сами определяли королей огня. А прошедшей ночью большинство нижнекамцев точно не спали, а наблюдали за настоящей схваткой двух сильнейших фаерщиков нашего города – Евгении Смайлы и Рей Ленигматова. Также нижнекамцам показал научные фокусы волшебник Тесла-шоу. Мероприятие не обошлось без автозвука, стритрейсеров и байкеров. Какая команда приручила огонь лучше всего? Смотрите в вечернем выпуске новостей. В Мурманской области завершился чемпионат России для женщин по лыжным гонкам. В заключительной гонке сезона спортсменки состязались в марафоне на 50 километров свободным стилем с общего старта. Среди 39 спортсменок, участвующих в гонке, выступила и представительница спортклуба «Нефтехимик» Зиляра Сиберзианова. С результатом 2 часа 5 минут и 32 секунды наша спортсменка заняла 8 место. Плюсовая температура сегодня стоит в Нижнекамске. Воздух может прогреться до плюс 12 градусов, а ветер подует с юго-запада со скоростью 7 метров в секунду. Ну а работники какого предприятия устроили забастовку и как выявляли лучшего шахматного учителя? Это не только уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами, вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаю, что связаться с нашей телекомпанией можно по телефону 077 или пишите на наш сайт ntrtv.ru. Также там же можно посмотреть любой понравившийся вам материал. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok